Пик роста цен на недвижимость в России пройден, об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиулина. В среднем за год квартиры в новостройках подорожали на 30%. В России за сутки выявили менее 22 тысяч заболевших коронавирусом. Это минимум с конца сентября. Наибольшее число новых случаев заражения вирусом выявлено в Санкт-Петербурге. Россия вошла в пятерку стран с самым низким индексом счастья. Согласно совместному исследованию Gallup International и Рамир, своей жизнью недовольны треть россиян. В Нью-Йорке сотни человек вышли на массовую акцию против обязательной вакцинации от COVID-19. Согласно указу мэра города, работники госсектора, не сделавшие прививку от коронавируса, отправляются в неоплачиваемый отпуск. Власти Греции усилили ограничения в период новогодних праздников с целью сдержать рост заболеваемости COVID-19. Вводится обязательное ношение масок на улицах, также ограничат часы работы магазинов, кафе и ресторанов. Профсоюз обманутых дворников создают сотрудники ЖКХ города Уфы. Они ждали обещанного повышения зарплаты, а оказалось, что вместе с зарплатой в три раза подняли и норматив. Люди обратились в суд. По Минтруду на сегодняшний день 12 800 у нас оклад, а мы получаем 4000. Первые суды здесь, вторые суды хотим в Самару подать, если здесь нас не услышат, суд ничего не решит. Официально доходы выросли, но фактически сотрудники ЖКХ получают столько же. Просто раньше они работали за троих, чтобы как-то свести концы с концами, а теперь эта нагрузка стала нормой. Все вручную. И погрузка, и КГМ крупногабаритные. Мы сами 30-40 килограммов. А диваны, мешки строительные. Вот это все мы сами грузим. Всем дворникам положено жилье. Но по факту они ютятся в подвалах и при домовых помещениях. И это те, кто устроен официально и имеет российское гражданство. Коммунисты обратились за подробностями в управляющую компанию. Вот я депутат госсобрания. Ко мне обратились дворники. Дворники обратились в Новый год. Семьи зарплату не получили. Все понятно. К сожалению, я не выдаю заработную плату. Заработная плата у нас была повышена. Повышена на, получается, где-то, наверное, 20 копеек с квадратного метра. То есть за уборку 30 метров, это площадь однокомнатной квартиры, государство теперь платит дворнику на 6 рублей больше. Буду обращаться к главе города Уфы, Грекову, чтобы посмотрел или пересмотрел по поводу жилья дворникам. По зарплате у нас вопросы остались, общаясь с руководством этой управляющей компании. Конечно, мы будем защищать интересы наших дворников. Вырубили подчистую. В городе Кохма Ивановской области депутат местной думы фактически уничтожил рощу, где любили гулять жители района. Сажали здесь деревья, сирень сажали, и цветы сажали, и елочки здесь были у нас, и сосенки, и каштан Ирина Михайловна сажала, и туи вот посадили. В общем, как-то старались облагородить. А потом ведь в нашей округе нету такого зеленого уголка. Нет его. Вообще лес далеко, все далеко. Это вот просто вот слов нету. Я неделю вообще ходила плакал. В августе это место передали в частные руки. Новый владелец решил расширить уже имеющуюся у него территорию. По данным наших корреспондентов, депутат городской думы от «Единой России» владеет помещением, в котором размещается швейный цех. Ну вот девиз я отдала в календарике. Первый его девиз был за перемены к лучшему. Где перемены к лучшему? В его сторону, да. Перемены к лучшему у него есть. Дальше. Справедливость, скромность. Это вот что в девизе его. Где это все? Мы это ничего не видим. По словам нового владельца территории, вырубка была законной, а уничтожена только поросль и гнилые деревья. Не деревья вырубила, а поросли, во-первых. Где наркоманы сделали базу. Это не рядом с их домом. Их не предлогая территория вообще не затронута, никакого отношения к этому не имеет. И использовался у меня там земельный участок с видом разрешенного использования ИЖС. Индивидуальное жилищное строительство. Местные жители обратились за помощью в региональное отделение КПРФ. Депутаты областной думы от Компартии намерены выяснить, была ли вырубка деревьев законной. Ситуацию будем держать под контролем. От нас будут составлены и отправлены официальные запросы в областную прокуратуру о законности действий собственника данного здания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова